Что бы помнили? Воспитанники Республиканской Федерации самбо в память о товарищи Иване Клементьеве, так и не сумевшим в свои 20 лет найти контрприем от лейкоза, уже четвертый год подряд проводят соревнования для своих юных коллег. Помнить об ушедших, честовать живых. Соревнования, посвященные памяти победителя спартеяда молодежи России 2014 года Ивана Клементьева, начались с церемонии награждения самбистам, показавшим лучшие результаты. В зимний-весенний соревновательный сезон вручили специальные призы. Семерки отличившихся и кандидат в мастера спорта Илья Гурьев. Воспринимаю больше как аванс и в будущем, надеюсь, с третьей ступени подняться уже на первую. На первую ступень педестала почета мечтали подняться и участники турнира товарища Ивана Клементьева. Позаботились о достойных наградах для юных коллег. Мальчишек 11-12 лет. Самбо – это единоборство. Мы чуваки-самбисты, это одна команда. И, к сожалению, в нашей команде очень рано ушел наш товарищ Иван Клементьев. И вот в честь памяти мы проводим этот турнир, создаем праздник для детей. И спасибо нашей федерации за то, что нам предоставили эту возможность провести этот турнир здесь. За схватками на ковра школы самбо четверо внимательно следили родители и младший брат Ивана Клементьева Алексей, также занимавшийся самбо. Победители призеров соревнований определяли в 10 весовых категориях. Весит до 46 килограммов. Уверенную победу болевым приемом на руку одержал победитель перенства республики этого года Антон Михайлов. Я хочу выиграть еще велосипед, главный приз, который разыгрывается среди финалистов. Как ты думаешь, спортивная удача улыбнется второй раз? Я думаю, улыбнется. К сожалению, удача в этот день улыбнулась не Антону, а воспитаннику столичного клуба «Борец» Владимиру Виноградову. Победитель в категории до 54 килограммов домой отправился уже на спортивном велосипеде. Вячеслав Ильин. Вести. Чебоксары.